Сегодня стол военнослужащих 30-й бригады изобилуют разнообразием. Для них приготовили традиционные блюда казахской национальной кухни. Центральные на столе бишбармак, блюда из мяса и теста, сытное как раз то, что нужно настоящему солдату. Но не хлебом единым. Прямо в столовой артисты устроили концерт и спели казахские песни. Кроме этого поставили национальную юрту, чтобы познакомить с культурой и традициями народа. Дни национальной кухни в армии – своеобразное новшество. Каждую неделю в воинских частях Центрального военного округа представляют традиционные блюда народов, проживающих в России. В 30-й бригаде такой необычный обед – первый. Это мероприятие проводится в каждой воинской части, для того, чтобы приобщить наших военнослужащих к многонациональной кухне нашей страны. Помогали поварам представители казахской национально-культурной автономии Самарской области. И блюда получились действительно по всем канонам. На столах и сладкая выпечка, и лепешки, какие ели и несколько веков назад. При этом продуктовый набор соответствует и всем правилам, чтобы не только вкусно было, но и калорийность соответствовала. Наши национальные блюда в основном состоят из мяса, так как мы казахи – кочевой народ. Затем это баурсаки, то есть баурсаки – это лепешки такие, которые служили… Ну, раньше мы это ели, принимали как хлеб. Хотелось продемонстрировать, показать, что мы все разные, но мы все вместе. Есть единство, есть общий дом наш, общая Россия. Гречка и перловка, как неизменное блюдо солдатского меню в прошлом. В день национальной кухни и военная столовая напоминает хороший ресторан. Очень вкусно, очень все красиво. Для нас песни пели. 30-я мотострелковая бригада совсем молодая, сформирована в декабре прошлого года. И необычным обедом встретили пополнение военнослужащих, которые приехали из учебного центра. В бригаде служат только контрактники. Кулинарное нововведение приветствуют ко всем прочим преимуществам военной службы. В армии хорошие перспективы. После первого контракта заключить второй и можно получить квартиру. На гражданке долго зарабатывать на квартиру. Ну и еще много всяких привилегий. Личный состав воинской части многонациональный. И атмосфера сложилась дружеская и товарищеская. И такой гастрономический ликбез еще один способ больше узнать о национальных традициях сослуживцев. Меню обширное в частях проходит Дни русской, кавказской, украинской, татарской и других национальных кухонь. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова